Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы откроем, посмотрим и протестируем вот такой вот USB флеш накопитель от Kingston, а именно Data Travel 100 на объем на 64 гигабайта. USB накопитель у нас поддерживает 3.1, USB 3.0 и 2.0. Дают 5-летнюю гарантию и какие-либо еще дополнительные данные на упаковке, они либо просто-напросто отсутствуют, либо где-то находятся вот здесь под этикеткой, которую я даже срывать не буду пытаться, потому что мы просто это все протестируем, посмотрим как в действительности работает. А на сейчас, я не знаю, полезно будет это кому-то, не полезно, может придется покупать именно такой вот USB накопитель и вы уже будете знать, что он из себя представляет, какой он по скоростям и как в принципе работает. Для чего он мне нужен? Да просто-напросто отдать довольно-таки объемный материал на 64 гигабайта как раз помещается. Почему был выбран данный USB накопитель? Ну, первое, потому что он один из самых доступных и второй, это просто потому что на данный момент, когда мне нужно было где-то срочно что-то купить, он был в наличии. Вот это вот все варианты. Открывается таким вот образом, закрывается таким вот образом. Ход достаточно тугой, не нравится, однозначно не нравится. Больше интересного здесь никаких данных нет. Data Travel, название модели, 64 гигабайта и логотипы и надписи Kingston. Все, на этом все закончили. USB флеш-накопителей у меня достаточно много. Один из последних, которых я покупал, хотя я не очень сильно активно ими пользуюсь, то это вот такой вот Netoc на 256 гигабайт. И, кстати, вот этот вот Netoc я покупал в Китае. Здесь и ход плавный, и цена очень-очень интересная. Ну, не знаю, может быть, можно даже, ну, 128 гигабайт однозначно можно сравнить по цене, если покупать у нас в стране. Может быть, немного недотягивает до 64, но вовсе очень хороший вариант. Если интересно, обзор на этот USB накопитель есть. Ну, а мы давайте перемещаться к ПК и смотреть, что из себя представляет данный USB накопитель. Подключили мы наш USB флеш-накопитель. Смотрим свойства. Полный объем и 64 гигабайт доступен нам 57,6 гигабайт. Окей. Теперь запустим Crystal Disk Mark на скорость. Сейчас делаем парочку быстрых тестов, а потом один полный. И у нас будет три значения, и по этому же значению мы сможем определить среднюю скорость максимальную. Вот так вот, скорость на записи и считывание. Ну, и всех остальных показателей. Первый тест завершен. Скорость на считывание практически 100 мегабайт в секунду. Это достойный показатель. И на запись скорость у нас 37 мегабайт на секунду. Не столь радужный показатель, но все-таки имеем, что имеем. Давайте еще один быстрый тест. Второй тест завершен. И по показателям, как мы видим, у нас ничего не поменялось. Ну, и давайте теперь полный тест по всем параметрам. Ну, и последний полный тест у нас завершен. Как вы видите, цифры практически не меняются. Итого, можно сказать, что около 100 мегабайт в секунду на считывание и около 36 мегабайт в секунду на запись. Но это максимальные показатели. А теперь хотелось бы... Ну, и остальные показатели тоже, если вам интересно. А теперь хотелось бы еще сделать тест H2TSW, который определит реальные скорости считывания и записи данного USB накопителя. выбираем наш Kingston E, 57,6 гигабайт. Нажимаем полностью перезаписать и полностью считывать. Ну, напоминаю, что данное приложение сначала полностью перезаписывает накопитель, а потом уже полностью считывает с него все данные. Ну, и так мы понимаем реальную скорость постоянной записи, реальную скорость постоянного считывания. И также мы видим реальный объем данного накопителя. На данный момент, смотрите, запись идет у нас... Ну, началась повыше и немножко скорость опускается. 23, 22, 23... Ну, давайте дадим время. Пускай тест закончится и вернемся уже по окончанию теста. Тест у нас завершился. Как вы видите, по скорости записи у нас практически ничего не изменилось. Скорость записи 13 мегабайт в секунду. Это ничтожно мало, хотя это USB 3.0 накопитель, даже USB 3.1. И, как вы видели, в предыдущих тестах набирал значительно больше, около 40 мегабайт в секунду. Но такого я, честно говоря, не ожидал. Итак, смотрите, для записи, для полной перезаписи USB накопителя этого в 64 гигабайта занял 1 час 13 минут. Практически 1 час 14 минут. По скорости считывания здесь картина немножко лучше. Ну, не то чтобы немножко, а значительно лучше. Считались все эти данные со скоростью 96 мегабайт в секунду. И заняло это всего-навсего 10 минут. Вот скорость считывания практически полностью совпадает. Потому что там мы видели 100 мегабайт в секунду, здесь 96. А вот запись, конечно, печальна. И плохо, что так. Ну, и по поводу реальной емкости, то реальная емкость у нас такая, как и заявлено. Все записывается и все считывается без проблем. Ну, и на всякий случай, чтобы перепроверить еще раз, я полностью отформатировал данный USB накопитель. На данный момент эта уже файловая система будет exFAT, не так, как FAT изначально. И еще разок попробуем включить тест, посмотрим, может быть, в чем-то был нюанс. Давайте полностью перезаписываем. Да, окей. И считываем. Так, изначально, как мы видим, 34 было мегабайта в секунду скорость записи. И сейчас мы остановимся на 14.15. Ну, я так предполагаю, никакой ошибки здесь нет. Такая скорость записи и есть на данном USB накопителе. На данный момент даже упала до 13, как и было в предыдущем тесте. Видимо, все так и есть, ошибки никакой нет. Ну, и на всякий случай, давайте еще отформатируем в другой файловой системе, потому что FAT и exFAT разницы никакой нет. Скорость абсолютно никак не меняется. Делаем форматирование в NTFS. Вдруг, вдруг, все будет нормально. В другой файловой системе, потому что форматирование здесь завершено. Давайте еще раз. Еще раз. H2 test W. Yes. Пошел. Ну, как вы видите, абсолютно ничего не меняется. Картина начата была с 39. Сейчас 12-13 мегабайт в секунду. Стыдно. Реально стыдно. Ну, и на всякий случай, еще раз, один большой файл объемом 4 гигабайта. Скорость. Скорость та же. То есть, соответственно, без разницы, какая это будет файловая система. FAT, exFAT или NTFS, здесь скорость никак не меняется и на скорость это никак не влияет. Ну, тесты мы уже видели. Где лучше, где хуже скорость. Ну, давайте все-таки проверим, как будет в обычных бытовых задачах, как в реальности. Ну, например, вот видеофайл размером 4 гигабайта будем сбрасывать на данный USB накопитель. Смотрим. Скорость стартовала на отметке 37, 38 и что? И начинает опускаться до того минимума, до тех 13 мегабайт в секунду, иногда даже ниже, которые нам показывал H.2 TSW. То есть, получается, что вот эта вот скорость 13 мегабайт в секунду, это, можно сказать, реальная среднестатистическая скорость записи на этот USB накопитель. Ну, реальную скорость на запись мы проверили. Давайте теперь проверим реальную скорость на считывание. Файл 1,2 гигабайта, чуть больше гигабайта, сбрасываем на наш USB накопитель. Сбрасывать будем с SSD диска, чтобы не было ограничений по скорости. Ну, мало ли. Ну, и здесь мы видим, что считывание больше 100 мегабайт в секунду. Здесь полный порядок. Считывание отличное, больше 100 мегабайт в секунду, а вот запись, ну, печально. Ну, и на всякий случай показываю, как будет все работать на другом ПК. Вдруг, может, кто не верит. Наш USB накопитель Data Travel. USB 3.0, все как полагается. MacBook, поддержка USB 3.0 однозначно здесь есть. И подключаем... Удевай наш диск. И старт. И смотрим на запись 35, 36. А насчитывание... А насчитывание больше 100. Ну, как видите, это примерно те же результаты, что мы проверяли и на винде. Только те результаты, которые мы проверяли диск, спид-тест диск, вот там примерно такие же были. Но в реальности, как вы видите, все немножко меньше. Попользовавшись несколько дней этим USB накопителем, хочу сделать выводы. А выводы, ну, практически ничем не отличаются от того, что вы видели у себя на экране. Все, что связано с тестами, все это подтверждается и в дальнейшем использовании. Пускай, конечно, я и пользовался не несколько месяцев, а всего-навсего несколько дней. Но, каким образом я ее не форматировал, не переформатировал, что не пробовал сбрасывать, на каком ПК не пробовал сбрасывать. В итоге у нас получается один и тот же результат. То есть, с считыванием полный порядок, а вот с записью просто беда. Средняя скорость записи получается от 13 до 15 Мбайт в секунду. А это скорость реально USB 2.0. Вот спрашивается, зачем нам USB 3.0, если она наполовину, ну, не выдает того, что хотелось бы. Хотелось бы реально, чтобы не 15, а хотя бы изначально, как показывало, там 40. 40 Мбайт в секунду, это было бы еще более или менее адекватно. Но нет, здесь 15, это скорость USB 2.0. И прошу вас, отпишитесь в комментариях, если вы используете такой вот USB накопитель. Видите, здесь есть синий коннектор, все как полагается, USB 3.0. Если вы используете такой вот USB накопитель, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. И какие параметры по скорости. Мне сейчас теперь очень сильно интересно, это у меня такая вот, такой вот USB накопитель, может быть бракованный или с дефектом каким-нибудь. Либо это реальные показатели такого вот USB накопителя этой модели. Data Travel 100 G3, 64 гигабайта. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Ссылки не буду оставлять, потому что покупался этот USB накопитель вообще в магазине, который находился именно рядом со мной, именно в то время, в которое мне было нужно. И все, я не искал, где дешевле, где дороже, зашел, выбрал по стоимости и объему максимально совместимой. Ну, естественно, хотелось иметь USB 3.0. Имею я его частично. Всем, кому данный видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и в соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Может, кому-то поможете с покупкой или, наоборот, не покупкой такого вот USB накопителя. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.